Итак, главное к этой минуте в Париже завершены переговоры лидеров Нормандской четверки. Подробности сейчас в прямом эфире. Из столицы Франции к нам присоединяется наш корреспондент Антон Верницкий. Антон, здравствуйте, вам слово. Здравствуйте, Виталий. Почти пять часов продолжались переговоры и завершились они всего несколько минут назад. Владимир Путин вышел из Елисейского дворца первым, его провожал Франсуа Алант. Кортеж президента сразу же отправился в аэропорт. А сейчас за моей спиной вы видите кортеж Ангелы Меркель. Она дает вместе с Франсуа Алантом сейчас пресс-конференцию и буквально молнией сыпется на информационное агентство. Следом за Путиным уехал Петр Порошенко. Понять, как проходили сами переговоры, можно лишь по скудной информации, которую делились сами участники. Франсуа Алант, например, выкладывал в свой Инстаграм фотографии и короткие фрагменты беседы. Я хотел бы, чтобы мы достигли прогресса. Со времени подписания Минских соглашений мы уже несколько продвинулись. Вот все лидеры сидят на веранде Елисейского дворца в отдалении делегации. Все, кроме украинского президента, в прекрасном настроении. Подпись «В настоящее время мы ведем переговоры с Ангелой Меркель, Владимиром Путиным и Петром Порошенко по Украине». Встретиться именно в Париже Путин, Алант и Меркель договорились по телефону еще 9 сентября. И после этого заметно активизировалась работа контактной группы по урегулированию конфликта на юго-востоке Украины. За последний месяц практически стихли перестрелки. Это отмечают и в ОБСЕ. Так, замглавы мониторинговой миссии Александр Хук заявил сегодня, что подписанное два дня назад соглашение об отводе от линии соприкосновения вооружений калибром менее 100 мм, а это прежде всего танки и минометы, серьезный шаг по урегулированию конфликта. Основная же проблема по-прежнему это невыполнение политической части Минских соглашений, о чем Владимир Путин говорил уже не раз. На Украине отложено введение закона об особенностях местного самоуправления. Нет закона об амнистии для участников конфликта. Киев не признает легитимность выборов, которые желает провести Донецк и Луганск. И объявил свою дату их проведения, но только на подконтрольных украинским властям территориях. Одна из ключевых фраз Минского соглашения – реформы самоуправления должны проводиться по согласованию с властями Донецка и Луганска. Но на деле этого нет. В Минске в феврале этого года на предыдущей встрече четверки переговоры длились без перерыва почти 18 часов. Поэтому в Париже журналисты уже были готовы к ночному бдению. Несколько раз проходила информация о том, что лидеры вот-вот выйдут к прессе. Ближе к вечеру, к выходу из Велесейского дворца, даже были поданы автомобили Путина, Меркель и Порошенко. Примерно в это же время в Париже началась манифестация в поддержку действий российских военных в Сирии. Французская пресса еще накануне сообщала, что ограничиваться украинской тематикой ни Франсуа Алант, ни Ангела Меркель на переговорах с Владимиром Путиным не намерены. Путин! 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 Первым из переговорщиков приехал утром в Елисейский дворец и до встречи в составе четверки больше полутора часов разговаривал с Алантом. Понятно, чем-то попутно, чем-то консультируясь с Сергеем Лавровым. Судя по тому, что нам удалось узнать в немецкой делегации, речь о Сирии шла и на встрече с Ангелой Меркель. Но смотря, о чем они говорили, в понедельник они пытались встретиться в Нью-Йорке на Генассамблее ООН, но графики не совпали и эту встречу перенесли в Париж. Тем более ситуация в связи с тем, что Россия стала наносить авиадару по террористам в Сирии изменилась. Так что поговорить с Меркель было о чем. И вот так последние молнированные сообщения, что нам сейчас поступает с пресс-конференции Оланд и Меркель, которая проходит прямо в эти минуты. По итогам работы, я цитирую, минские договоренности должны быть выполнены до конца года этого. Есть прогресс в вопросе об отводе вооружений. Все подвижки позволят избежать новых жертв в Донбассе. Со дня выборов в Донбассе должен применяться закон об особом статусе региона. Это только первые сообщения с пресс-конференции Меркель и Оланд. Виталий. Антон Верницкий в прямом эфире о встрече нормандской четверки в Париже.